Заполненные трибуны, спортивный азарт и интрига до самой последней секунды. В Хасаверте завершился традиционный турнир памяти прославленных борцов 19-го и 20-го столетий. Награды в течение трех дней оспаривали вольники из разных уголков России и семи зарубежных стран. Кому достались золотые медали, узнал мой коллега Корбан Рагимов. Ему слово. Заполненные трибуны громко реагируют на любые приемы и острые атаки. Это Хасаверты. Борьбу здесь любят по-особенному. Финалисты турнира показали зрителям всю красоту своего вида спорта. Встречи за золото прошли в конкурентной борьбе. Как и год назад, первым весит до 65 килограммов стал махачкаленец Шамиль Мамедов. В решающей схватке он огорчил местную публику, выиграв у Хасавертовца Ибрагима Абдурахманова. Это правильно. Любое. Если бы было где-то у нас, так же и за меня болели бы. Это правильно. Я отношусь к пониманию к этому. С Багаудином чуть трудно было настроиться. То, что всегда вместе. А так с другими нормально у меня сложились схватки. И в финал тоже, конечно, я знал, что и все болели за него, публика. И на это надо было настроиться. И получилось так. Провести начале атаку. И все же на родине великих борцов в эти дни было больше поводов для радости. Победа Гаджи Магомеда Тажудинова за секунду до конца встречи буквально взорвала заловацами. Противостоял ему никто иной, как Магомед Ибрагимов, третий призер Олимпийских игр. Также приятные эмоции болельщикам принесли Мусам Ихтиханов, Асхаб Саадулаев, Ахмед Усманов и Абазгаджи Магомедов. К слову, последний чемпион мира и Европы встречался с другим земляком Ахмедом Идрисовым, которому в этом сезоне он однажды проигрывал. Финал очень был тяжелый, и в конце минуты как-то получилось у меня сделать мерницу, и потом уже на накатах поймал. А так я настраивался на трудный финал, и он для меня был очень трудный, потому что до конца схватки такая равная схватка была. Я всегда настраиваюсь на хорошую, он очень достойный соперник. То, что он в нашем родном городе проходит, и наши все родственники, болельщики, все смотрят, и перед ним бороться я давно хотел. Потому что целый год не боролся перед ним, и вот появилась возможность. Многие со села приехали, и хотел их обрадовать. Турнир по разным причинам пропускали многие лидеры нашей сборной. Несмотря на это, в спорткомплексе имени Гамида Гамидова было на кого посмотреть. Еще один яркий камбэк оформил Арсенали Мусалалиев. За считанные секунды до окончания схватки Махачкалинец взял верх над двукратным чемпионом страны Маликом Шаваевым из Нальчика. Самое главное, что болельщикам и борцам было интересно. Все чемпионы и призеры России, которые боролись, они боролись здесь. Там кое-кто не было, как в ИСАСЕМОГО его не было. Там в других лицах тоже не было. Но, конечно, организация была сильная, судейство было очень объективное. Почти все схватки судей и судей международной категории уровень не хуже любого международного турнира, который за границей проводит. О большой истории 24-го международного турнира, который в народе больше знают как Умахановский, говорили на церемонии открытия. Ей предшествовала концертная программа. Когда мы были на заседании в Госдуме, Артур Тайманов подошел ко мне и говорит, спасибо за экспозицию, что вы такой прекрасный турнир проводили. Я учился бороться и олимпийским чемпионом становился вашим турниром. Это был один из тех турниров, которые я учился бороться. Это один из важнейших турниров, один из, можно сказать, было уже сказано, что это был самый лучший турнир в мире. Через этот турнир проходили все великие спортсмены, в том числе в первом турнире. Мне посчастливилось участвовать, быть участником этого праздника. Турниром в Хасавюрте дагестанские вольники открывали для себя новый сезон. После небольшого отдыха команда соберется на сборе в Махачкале. Первым стартом в году по традиции станет Ярыгинский турнир в Красноярске. Все красиво, ребята в хорошей форме, борются красиво, очень хорошо, хороший результат. А с дагестанским я, конечно, за наших ребят переживаю больше. Этот турнир, он значимый турнир фактически. Здесь, как всегда говорят, много олимпийских чемпионов отсюда вышли. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы вышли отсюда. И предстоящий в следующем году, ровно через месяц, у нас будет международный турнир Ярыгина, гран-при. Поэтому это основной старт. Отсюда уже мы здесь. Они отборолись, прочувствовали ковер. В оставшихся трех категориях золотые медали турнира достались спортсменам из Кабардино-Балкарии Тимуру Бежоеву и Иналбеку Ширееву. А в категории тяжеловесов первым стал Артем Цхаребов. Призеры получили денежные премии и другие памятные подарки. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.